Площадка перед общественно-культурным центром ровно в 10.00 начала радовать посетителей большой развлекательной программой. Одним из первых ознакомился с перечнем предлагаемых возможностей для молодежи губернатор региона Анатолий Лис. Председатель облсполкома лично оценил уровень и многообразие учебных заведений Брещена и их профили, разноплановость которых не могла не удивлять. Кружки дизайнеров и краеведов, ремесленные мастерские, творческие студии и коллективы. Особое место отведено презентациям вузов и средних специальных учебных заведений, а также объединений, занимающихся народными белорусскими промыслами. У нас есть техника декупаж, мы обклеиваем тоже всякие предметы, есть салфетки с народными элементами. Наш колледж предлагает очень много и различные специальности по различным направлениям, включая как слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик, водитель автомобиля категории С по различным направлениям, допустим, международные перевозки, просто водитель автомобиля категории С, дальше электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, обойщик мебели и ряд других специальностей, которые востребованы на данный момент в Республике Беларусь и конкретно в Брестской области. Одна из специальностей, которую мы сегодня представляем здесь, наше учебное заведение готовит кузнецов у ручной колки. Тема совещания, воспитания человека, труженика и гражданина, государственный заказ образованию Брещины, представила довольно широкое поле для открытых дискуссий и выступлений. С одной стороны, учебные заведения являются кузницей кадров, предоставляющим молодым людям широкий перечень возможностей для самореализации не только в юношеские годы, но и во взрослой самостоятельной жизни. С другой, именно в школах, центрах дополнительного образования, лицеях и гимназиях, профильных классах, СУЗах и ВУЗах юноши и девушки развиваются духовно, гармонично совмещая образовательную составляющую с воспитательной и назидательной. Жизнь всех нас заставляет следовать закономерности и главной ценности. Человек воспитывается, вызревает как личность, пока он трудится, задает материальные и духовные блага. Если сыз, мальство, ребенок и подросток, школой и семьей обучен трудиться на пользу себя и общества, он уже тем самым предрасположен к гражданскому становлению. 1 сентября за парты учебных заведений Брещины сядут порядка 160 тысяч учащихся. Из них практически 17,5 тысяч первоклассники. Условия в нашем регионе для их плодотворного обучения уже созданы. Установлено и оборудовано 35 компьютерных классов, 5 программно-аппаратных комплексов. В пределах плановых ассигнований подрядным способом был выполнен ремонт 84 учреждений общего, среднего, 52 дошкольного и 20 профессионального образования, а капитальный ремонт в 20, 13 и 7 соответственно. На эти нужды из областного и районных бюджетов было направлено порядка 65 миллиардов рублей. В целом губернатор региона остался доволен проведенными преобразованиями. Хотя над многим еще предстоит поработать. То, что касается материально-технической базы, то она в хорошем состоянии сегодня. И у нас не будет таких учреждений, которые бы не могли принять сегодня детей или организовать учебный процесс. Все 100% готовы. Да, кое-где условия лучше, где-то хуже, но в принципе все готовы и обеспечены теми нормами, санитарными, пожарными и так далее, для того, чтобы безопасно вести процесс обучения. Поэтому это радует. В повестке совещания были рассмотрены вопросы усовершенствования качества учебного процесса. К сожалению, над результатами по итогам республиканских и международных конкурсов и Олимпиад, над количеством баллов, набранных абитуриентами во время прохождения централизованного тестирования, молодым людям Брещену еще предстоит серьезно поработать. Прежними останутся направления на повышение престижности специальностей рабочего профиля и улучшение материально-технической базы. В новом учебном году губернатор региона поставил перед специалистами области очередную задачу. Прежде всего, это налаживание хорошего учебного процесса, чтобы наши дети получали достойные знания. Второе – это воспитание.